Добрый вечер на ТНВ новости. В студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных событиях этого дня. Опасный снаряд. Продажа по сути лицам несовершеннолетним не разрешена. В руках жителя Нижнекамска взорвался муляж гранаты. О последствиях Анна Городнова. Полное собрание и прикладные поручения. Это самая оснащенная лаборатория. Одно дело, как красиво рассказываешь, второе дело, как это воплощено. Чем займется новая лаборатория, узнал Дмитрий Иринин. Длинная дорога к райцентру. Без автобуса мы совсем не сможем прожить в этой деревне. Жители десятков деревень Мамадышского района остались без последнего рейсового автобуса. Рамиль Шайдолин. Нашла коса на траву. Влияла на нашу природу, на живность. Почему скосили разнотравия в парке Урицкого? Мини-экологов и экспертов выслушала Альбина Минебаева. Аналогов нет. Сегодня Рустаму и Неханову презентовали уникальную лабораторию по цифровому проектированию. Этот центр компетенции открылся в Германно-Российском институте новых технологий КНИТУ КХТИ. Оборудование представил партнер вуза компании «Сименс». Как говорят, данный проект – это настоящая сборная программного обеспечения. Какие возможности это открывает и какие задачи поставил президент, узнал Дмитрий Аренин. Здесь ЛИН-лаборатория. Собирает бензонасос. Сейчас у нас появилось программное обеспечение. Мы можем создать его цифровой двойник. Как цифровой двойник изделия, так и цифровой двойник технологического процесса. Так специалисты вуза с упоением рассказывают и предвкушают, какая пища для научных размышлений их ждет в новой лаборатории. Зеленый свет этому программному прогрессу дал давний партнер КНИТУ КАИ – компания «Сименс». Она поставила 84 программных модуля и дала лицензии на академическое и коммерческое использование. Проект сегодня презентовали Рустаму Миниханову. Лаборатория – это следующий шаг нашего сотрудничества с ведущим университетом КАИ. И как раз, если там стоит, создаем будущее. Я бы сказал, многие сегодня говорят о дегитализации, о цифровизации. Мы это тут в Казани реализуем. Новая лаборатория позволит создавать цифровые модели различных устройств, досконально рассматривать их и устраивать различные краш-тесты. То есть на мониторе, как на ладони, предстанет весь жизненный путь – от зарождения идеи до ее утилизации. Как говорят, в Татарстане – это самый современный и полный набор подобного программного обеспечения. На сегодняшний день это самая оснащенная лаборатория республики Татарстан, потому что очень много предприятий есть. Предприятие этим пакетом очень активно пользуется. Это очень популярный пакет. Но самое полное собрание вот здесь. Рустам Миниханов поручил, чтобы такое полное собрание и использовалось по полной. И по большей части в прикладных целях и для нужд промышленности республики. Одно дело – ты красиво рассказываешь, второе дело – как это воплощено. Красиво – зелу. Да. Красиво не надо. Делай как положено. Когда красота – это понты. Политех Петра Великий, да. Но они реально реализуют свои разработки. А ты сказки рассказываешь. Я же видел, как они на китайцев работают, как на БМВ работают. Это правда. Это БМВ же они не будут брать, если ты не можешь конкурентный продукт. Прикладывать свои силы для выполнения прикладных поручений в лаборатории будут более десятка штатных специалистов. Доступ к технологиям будет и у всего ВУЗа. Сюда также обещали приглашать на обучение и сотрудников различных предприятий. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. У муниципалитетов большой чемодан, и мы его должны нести. И так сегодня охарактеризовал развитие малого бизнеса мэр Челнов Наэль Магдеев. На утреннем совещании он обозначил задачи, которые стоят перед властями города. Сейчас здесь 28 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 16 тысяч – это ИП. Работающих в этой сфере только в этом году стало больше на 55 тысяч человек. 10% промпарков страны в Татарстане, а каждый десятый из них в Челнах. Чтобы сохранить позиции, нужно решить ряд задач. На некоторых промплощадках не хватает мощностей, на некоторых промплощадках не хватает дорог. Мы ежегодно делаем по одной крупной магистрали в городе, по одной крупной магистрали в промышленной части. Вот наступило время обратить внимание. В Нижнекамске мужчине едва не оторвало руку муляжом гранаты. Друзья смогли спасти его от обильной потери крови. Как оказалось, это пиротехническая граната, и купил ее пострадавший в обычном магазине. Лицензии на продажу такого изделия у продавцов есть. Но вот безопасно ли оно? Тему продолжит Анна Городнова. В этой руке пару минут назад взорвался муляж учебной гранаты, говорят очевидцы. Парень откинул ее в сторону, но травм избежать не удалось. Пальцы соедини, я тебе подобрал, потому что хочу помочь. Я не могу сильно тоже соединить. Такие вещи продаются в магазинах. Продавцы признаются, это может быть опасно. Радиус поражения, как оказалось, небольшой. Но как в случае с нашим героем, от травмы это не уберегло. В магазине, где была куплена граната, своей вины не видят. Официальный сертификат есть на сайте производителя. То есть оно не является боеприпасом или чем-то другим. Это обычные пиротехнические изделия сертифицированы. В помещениях нежелательно. Но это все зависит, в первую очередь, от человека. Стоимость таких изделий от 400 рублей. Специальных разрешений на покупку не нужно. Пиротехнические гранаты в открытом доступе. В интернете инструкция, чтобы заряд сработал. Здесь же можно выбрать начинку наполнителя. Это может быть мел, пластиковые шарики или краска. О том, что такие игрушки могут быть небезопасны, производитель не упоминает. Будет много дыма. Ну, посмотрим, как она будет взрываться. Кто должен проверять так называемые пиротехнические изделия, пока неизвестно. Роспотребнадзор такими товарами не интересуется. МЧС тоже. Пожарный надзор занимается только надзорной деятельностью. Поэтому покупателям товаров с дымком остается пока надеяться на свою внимательность и соблюдать простые правила. И знать, даже муляж может быть опасен. Анна Городнова, Ринат Сафин, Александр Комаров, Ахри Исламов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Если ехать, то только за большие деньги. Жители деревни Новый Уча Мамадышского района остались без автобуса. Хотя еще в начале года их было три. Сейчас же на прием к врачу или, например, в банк приходится вызывать такси по цене в пять, а то и в десять раз выше цен межгорода. Почему же в тихую гавань автобусы больше не заезжают? Рамиль Шайдулин. Велосипед. В последние два месяца в Новой Уче самый популярный вид транспорта. С тех пор, как закрыли автобусный маршрут, добираться до райцентра местным жителям приходится самостоятельно. Если на велосипеде я поеду, что-нибудь я перевезти не смогу на велосипеде. Просто так только, для спорта. Только проблема серьезнее. По словам ученцев, с начала года их деревню отрезали от всех основных автобусов, прежде курсирующих от Мамадыша до Вятских Полян. На них ездили жители порядка 30 деревень. Вот три маршрута было. Мамадыш-Балтаси. Мы могли утром ехать туда, в больницу, в 8 часов. И возвращаться обратно, в 2-3 часа он отправился из Мамадыша. Единственный выход надеется на такси или на такие вот маршрутки. Но и они не бесплатные. Да Мамадыша за 200 возьмете? Нет, не возьму. За два месяца местный прайс стал в разы выше привычных цен на межгород. За 700 рублей. До куда? Да, до полян. Мне надо было как раз к зубному. В марте селяне обратились в республиканский Минтранс с вопросом, когда восстановят рейс до Вятских Полян. По факту, самый востребованный. Именно на нем можно доехать как до Мамадыша в одну сторону, так и до Кукмара в другую. Если маршрут будет востребован, то будет принято, конечно, положительное решение. А если в автобусах будет ездить по одному-два человека, то, естественно, маршрут открываться не будет, потому что транспортным компаниям невыгодно работать себе в ущерб. Оказалось, что это дорого. Маршрут Мамадыш-Шведские поляны не муниципальный, а межобластной и должен отвечать уже федеральным требованиям. Установить специальное программное обеспечение в кассу вокзала приблизительно на 160 тысяч рублей. Но у нас доход от этого маршрута в год 120 тысяч. Поэтому возобновить ли он свою работу в АТП ответить не готовы, как и работать в минус. Надежда на рейс Мамадыш-Никифорова тоже отмененный в начале года. Но его по просьбам местных жителей готовятся восстановить. Они ищут водителя, именно местного жителя, для того, чтобы устроить его на постоянную работу, выделить технику, и данный водитель будет заниматься перевозкой жителей. Вот только будут ли довольны в новый учеб, пока вопрос. Прямой маршрут до Никифорова теперь пролегает через другую трассу и может не проехать через их деревню. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, Ленаргин Атулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Мамадышский район, Казань. О такой ситуации жители Мамадыши нам сообщили по телефону. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 570-5017. Штормовое предупреждение по республике объявили сегодня синоптики. Они прогнозируют сильный ветер, ливень и град. Тем временем до конца этой недели в Казани должны быть устранены последствия урагана 30 мая. Такую задачу главам районов сегодня поставил столичный мэр Ильсур Медшин. Напомним, за несколько часов стихии было повалено больше тысячи деревьев, оборвано с десяток линий электропередач. Общая сумма ущерба почти полтора миллиона рублей. За эту неделю я прошу, уважаемые коллеги, полностью все эти работы по повальным деревьям, по другим вопросам, которые вы доложили завершить. И город должен быть в полной готовности к началу чемпионата, к гостям. Дождей не помеха. В Казани начали скашивать газоны. В парке Урицкого под косу попало и разнотравье. Однако с этим согласились не все. Для одних посетителей так комфортнее, а вот для других считают, нарушается экосистема, исчезают насекомые, а с ними вместе и птицы. Кто не учел регламенты благоустройства, Альбина Минибаева. Парк был очень шикарный до того. Вместо разноцветной поляны в парке Урицкого сейчас скошенная трава. Разнотравье здесь не стало на прошлой неделе. Напоминания о нем только на фотографиях. Вместе с зеленью меньше стало и птиц, говорят посетители. Неправильно. Газон надо все время оставлять. Птичек мало, бабочки не летают, но для детей удобно, чтобы скосили траву. Газонокосилка заехала на разнотравье площадью больше 10 соток. Скосили как со стороны улицы Академика Королева, так и с центрального входа. Траву на этом участке скосили примерно неделю назад. Сейчас она сложена вот в такие вот кучи. Видимо, не успели еще убрать. Поэтому для прохожих, туристов в парке Урицкого есть новое развлечение. Посидеть на сеновале и почувствовать себя деревенским жителем. Что трава-то? Это сено. Скосили, да и все. А вот экологи говорят, не каждая трава прикосновенна в московских пасках. Подстригают только газоны. А на разнотравье газонокосилка не заедет. Так сохраняется естественная биологическая среда. Трава является биотопом для многих видов насекомых. Насекомые являются пищей для многих видов птиц. Поэтому многие считают, что постелилась пустынная газон, вроде как красивая. Но может быть, кому-то это и кажется красивым, в сравнении с естественной красотой. Но это мертвая красота. Но это не вы косили, я так понимаю? Нет, нет, не мы. А кто? А куда-то все могло быть. Подрядчики? Да. Дирекция парков и сквера в Казани признает, разнотравье неприкосновенно. Газонокосилка прошлась над зеленью парка после урагана, как объясняет дирекция по инициативе подрядчиков. Как раз в парке проводились работы, связанные с дендрологией. И как раз в рамках этих работ, так скажем, были проведены работы по покосу травы. Вот, с этим связана такая ситуация, но мы надеемся, что такое больше не повторится. По регламенту, трава в парках выше 15 сантиметров идет под скос, разнотравье исключение. На его восстановление в парке уйдет несколько недель, а вот экосистема будет приходить в себя дольше. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Прогулка по городу может быть небезопасной. Пятеро утят провалились в ливневку. Доставать их пришлось казанским спасателям. Необычную операцию проводили на Метевской магистрали. Решетка ливневки была закрыта на болты. Сотрудники МЧС вскрыли ее и отпустили утят на волю. Это новости Татарстана и смотрите далее. Татарстанские проекты получили поддержку на сумму более 116 миллионов рублей. Он нам позволил расширить свои возможности по оказанию помощи детям. Кому в этом году достались президентские гранты, узнал Сергей Хайдаров. Именно их Зулиха увидит, когда откроет глаза. Ты сильный. Ты как я. Ты моя кровь. Ты мои кости. Ты моя жизнь. Так прошел кастинг для фильма по одноименной книге Альбина Слагараева. Палиативных бригад в Казанском хосписе станет больше. Все благодаря президентскому гранту. Они выиграли его на федеральном конкурсе. В нем участвовали 58 татарстанских проектов. На всех выиграли 116 миллионов рублей. О некоторых из них Сергей Хайдаров. Мы выезжаем. Через полчаса будем у вас... 8-10 выездов и так каждый день. Сейчас в Казанском хосписе работают три палиативные бригады. Одна детская и две взрослые. Они оказывают медицинскую помощь онкобольным вне хосписа. И все благодаря федеральному гранту, который Казанский хоспис выиграл в прошлом году. Президентскую поддержку получили и в этом. Три миллиона рублей. Теперь автопарк и количество сотрудников можно увеличить. Мы сможем выезжать чаще и у нас будет появиться еще одна выездная бригада. В рамках этой помощи мы будем выезжать к нашим пациентам и оказывать им помощь на дому. Это то, что непосредственно вещи находятся в поисковых экспедициях. Здесь личные вещи солдат, награды, оружие и подлинные документы времен Второй мировой войны. Сейчас в музее поискового центра Отечества сотни экспонатов. В прошлом году на базе центра открыли Всероссийскую школу поисковиков. Добровольцы со всей страны приедут на обучение и в этом году. Школа выиграла президентский грант на 4,5 миллиона рублей. Проводятся лекции по документации, антропологии, археологии, работа с сайтом Всероссийского информационного поискового центра. К нам приезжают поисковики со всех регионов, которые проходят здесь у нас обучение. Всего от Татарстана заявки в Москву на получение гранта подали 359 проектов. Самый большой в Татарстане грант на сумму почти 10 миллионов рублей достанется проекту «Видеть и слышать сердцем» Исламского благотворительного фонда «Ярдам». Этот проект направлен на реабилитацию слепых и слабовидящих людей. И благодаря нему уже сейчас запланировано обучение 255 человек письму и чтению по системе Брайля. Итог первого в этом году конкурса. Президентские гранты на 116 миллионов рублей получат 58 татарстанских проектов. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Казани началась серия кастингов для будущего сериала «Зулиха открывает глаза». Один из федеральных телеканалов взялся перенести на экраны «Жизнь хрупкой, но стойкой татарской крестьянки, отправленной в Сибирь». Сегодня выбирали актеров для массовых цен. Альбина Солгораева о том, как проходил отбор и когда стартуют съемки. Муртаза, ты сильный, ты как я, ты моя кровь. На роль Упырихи свекрови Зулихи претендует Джамиля Софиулина. Говорит, что ей близка история и судьба персонажа. Упыриха олицетворяет в себе всю женскую долю женщины-татарки. Может она где-то кажется жесткой, где-то это, но все равно. Она очень такая мощная женщина. В Рашаном Закуте, где злотят царобожий в ряд, Семерых щенит сука, рыжих семерых щенит. Пенсионер Анатолий Данилов любит литературу не только стихи Есенина, но и прозу Гузель Яхиной. Это довольно мне знакомая тематика, колымские рассказы, шаламовые и так далее. Сам я в молодости работал помощником режиссера. Волнуются, репетируют. Кто-то поправляет макияж, кто-то в раздумьях, а кто-то снимает стресс по-своему в надежде, что с ним после кастинга все-таки свяжутся. Хотели бы, например, главную роль на стихоматуре собрать? Конечно, хотел бы. Либо на начальника железной дороги, либо на начальника в следственном изоляторе, там у них роль была еще. В Татарстане будет построена гигантская декорация, сибирское спецвоселение Семрук, куда попадает главная героиня книги Яхиной. Кама будет Ангарой. Режиссер Егор Анашкин, он снимал несколько сериалов для федерального телеканала. Сегодня главная задача отбора актеров для массовых сцен. То есть там же есть события, которые происходят в Ангаре, а есть которые, конечно, непосредственно в Татарстане. То есть вполне логично, чтобы татары играли татарю. Напомним, что Роман Гузельяхиной получил главную национальную премию «Большая книга». Это история женщины из небольшой татарской деревни, которую выдают замуж в 15 лет. Затем она переносит много страданий и потерь. И несмотря на то, что Роман уже стал бестселлером, не исключено, что многим новый фильм откроет глаза и на книгу. Кастинг продлится еще три дня, завтра будут отсматривать детей. Что касается самих съемок, они стартуют в августе-сентябре этого года. Татарстанские локации – это Чистополь, Лаишевский район и Казань. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Новые условия, новые возможности коммерческий департамент ТНВ отмечает новоселье. Сегодня отдел открылся после капитального ремонта. Стало просторнее, светлее не только для менеджеров, но и для рекламодателей. Новая, интересная работа у тех, кто здесь будет находиться. С чем вас поздравляем. Рабочая неделя началась празднично. Три месяца ремонта позади. Сотрудники коммерческого департамента ТНВ оценивают свои новые рабочие места. Здесь у нас зона маркетинга. Пространство поделили на зоны. Кабинет руководителя, место встречи с рекламодателями, отдел трафика, медиапланирование. Здесь трудится 30 человек. Для современной рекламы – новая техника. Новое помещение – это новый этап в развитии коммерческого департамента. Это новая мотивация, стабильность сотрудников, вдохновение и, соответственно, новый уровень взаимодействия с нашими уважаемыми рекламодателями. Сергей Кондратьев уже принимает заказы. Организация личного пространства, говорит он, для креативных идей только в помощь. Общая атмосфера как бы изменилась, когда просторно и работать все легче. С праздничным настроением сегодня пришли на работу в этот новый зал. Телеканал ТНВ работает с партнерами из Татарстана и российских регионов. Производство и продажа рекламы должны быть на уровне. Рекламное дело очень важно для нашей компании, потому что он обеспечивает ее жизнедеятельность, обеспечивает нашу полнокровную жизнь. И поэтому я знаю, что здесь работают очень хорошие, очень замечательные, я бы даже сказал, лучшие специалисты, которые умеют работать с контентом на разных языках. И поэтому очень важно было создать для них хорошие, я бы сказал, даже замечательные условия для работы. Обновленный коммерческий отдел – лишь часть большого ремонта на ТНВ. В комфортных условиях уже работает редакция новостей. Меняется техническое наполнение канала. В Лениногорске в эти выходные медведи по Майдану водили. В селе Мордовская кармалка отметили Болтай. Национальная традиция зародилась здесь еще сто лет назад. Сейчас праздник приобрел статус национального. Почему раз в год медведи для них становятся желанными гостями? Светлана Звонарева. Существует легенда, что праздник назван в честь местного деда Болтая, который жил в селе много лет назад. Ради забавы старик ежегодно в одно и то же время делал шубу из кленовых листьев и ходил по деревне, развлекал детей. А жившая легенда воплотилась в нынешний фольклорный праздник с песнями, танцами, национальными играми и угощениями. Еще наши бабушки, прабабушки этот праздник делали. Приходили в лес, наряжали с веток медвежонка, ну медведя и проходили по лесу, делали праздник. Зрители мы удивляем своими столь народными песнями, душевными, древними очень, которые поются каждый год, но каждый год они разные. В советские годы праздник был забыт и лишь в 1997 году вновь возродился. С того времени каждый июнь на лесной поляне, близ села Мордовская Кармалка, собираются местные жители, приезжают фольклорные коллективы из Бордовии, Татарстана и других регионов по Волжье. Надо найти золотую середину, надо сохранять и основу национальной культуры, ну и делать его современным, интересным для того, и использовать праздник для того, чтобы свою культуру доносить до представителей других национальностей. Ключевое событие праздника – облачение медведя в кленовые листья и шествие всех вместе по селу. Все действие сопровождается песнями, плясками и хороводами, заканчивается раздеванием медведя. Гости праздника стараются сорвать с него ветку и похлестать друг друга. По поверью, это приносит счастье. Форт, кто любит, скажет Бог, форт! Светлана Звонарева, ТНВ, Лениногорский район. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас – спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. «Болго-радиосы». Мы первые в Татарстане. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр «Марка Ниссан». Только в июне заберите свой «Ниссан» без дилерской наценки. Звоните «Четыре пятерки», «Три единицы». Только в июне в аквапарке «Ривьера». Пляж с бассейнами и 5D кино в подарок. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Кузлярь». Хватит мечтать. В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июня японский датсун «Ондо». Всего за 359 тысяч рублей. «Четыре пятерки», «Три семерки». Хотите узнать, что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать, почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время. РФ. Для лиц старше 16 лет. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия на домашнем чемпионате мира. В него вошли 23 футболиста. В их числе защитники Рубина Федор Кудряшов и Владимир Гранат. Вратарь Рубина Саслан-Жанаев, прошедший сборы, не попал в окончательный список нашей сборной. Также не вошли в заявку Роман Нойштейтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов. Команда уже вернулась в Россию и проводит сборы на Новогорске. Завтра у национальной дружины контрольная встреча с Турцией. Мигра начнется в 19.00. Надо сказать, что все-таки не было стабильности. Моментами работало правильно, моментами нет. Но это говорит о том, что все-таки нет пока автоматизма в их действиях. И думаю, что по большому счету выводов быстрых и скоротечных делать не надо. Гонщики из Татарстана покорили все пьедесталы. На автодроме Нижегородское кольцо прошли заезды главного турнира страны серии кольцевых гонок. Проливной дождь и палящее солнце не помешали пилотам показать все свое мастерство. Дмитрий Брагин из команды Таиф Моторспорт сохранил за собой первую строчку в категории туринг. Драматичным получился заезд в суперпродакшене. Сразу два представителя команды Нефис Рейсинг ворвались в призовую тройку. Ошибки соперников позволили Александру Морушко стать третьим, а Эльсуру Ахмедвалееву завершить гонку на второй позиции. Следующий этап пройдет на автодроме Казан Ринг уже после чемпионата мира по футболу 21 и 22 июля. Ошибся в выходе напрямую. Миша там хорошо оттянулся, сделал хороший выход. Я не стал лжать его до конца в левую сторону, потому что мог контакт произойти, поэтому решил доехать. Миша молодец, поздравляю его с первым местом. Но я рад. И в завершение хоккея Акбарс утвердил план подготовки команды к новому чемпионату КХЛ. 7 июля игроки клуба прибудут в Казани и уже на следующий день отправятся в Сочи. На 9 и 12 июля запланировано проведение углубленного медосмотра. Дальше тренировки на льду в тренажерном зале «Кроссы». А 16 июля казанцы отправятся в Финляндию, где до 28 июля проведут учебный тренировочный сбор. Вернувшись из страны Суоми, барсы продолжат занятия в Казани. В августе команду ждут пресезонные турниры в Сочи и в Риге. Сезон КХЛ начнется 1 сентября. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Успейте купить в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23. Телефон – 2-167-166. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону – 267-39-80. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу. Проспект Победа, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики будет облачно, но без осадков до плюс 24. На северо-востоке республики пасмурно, местами дождь и плюс 25 градусов. На севере Татарстана ожидается переменная облачность, дождем и до 25 градусов тепла. На северо-западе пройдет дождь, там температура воздуха составит плюс 23 градуса. На юго-западе республики плюс 26, но не обойдется без осадков. В центре Татарстана местами дождь и плюс 25. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр. Казань. 277-82-29. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазма-лифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани ожидается переменная облачность временами с дождем. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 55%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Спонсор выпуска – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операций на израильском аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Радиоволновое лечение аденомы и простатита. Продолжение следует... Продолжение следует...